Доброе всем утро! Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммера, а также больших ценителей коллекционных карточных игр. Недавно в свою группу ВКонтакте и, соответственно, чатик по Horus Heresy Legions, который также находится в моей группе ВКонтакте, сбросил один весьма забавный скриншот. Судя по реакции подписчиков, он им очень понравился. Ну и по этому поводу я решил запилить вот такой вот небольшой ролик, в котором я играю за Тацитуса Проктора, это у нас командир Адептус Механикус, но вернее играет он все-таки как Дарк Мех, такой весьма суровый Дарк Мех, а против нас Браннефт, новый командир обновленной гвардии Ворона. Соответственно, билд на Тацитусе Прокторе у меня через квест Адептус Механикус, ну и пробав через Благословение Четырех. В тот момент у меня была тестовая сборка, текущий билд отличается от представленного, поэтому так не судите строго. Я только тестировал колоду, тестировал некоторые свои гипотезы, опять же в настоящий момент вроде бы Вульторакса я скинул и скинул Урсараксов, тоже сейчас они у меня не играют, играют немножко другие карты. Зачем взял квест? Ну на тот случай, если мне не выпадет Благословение Четырех, а такое кстати бывает, почему бы нет, чтобы был альтернативный вариант победы. Через розыгрыш квест Адептус Механикус, он у них очень и очень жесткий, пожалуй, один из самых сильных квестов в игре, на мой взгляд, опять же, это мое личное мнение. Набор у нас стандартный, пояс астероидов, чтобы быстренько разогнаться, есть потери целомудрия для того, чтобы существо... Так, спокойно, спокойно, это небось император нам мешает видеть, что мы, так скажем, подвержены хаосу, дарам хаоса. В общем, у нас есть потери целомудрия, дает командиру, в общем-то, знак хаоса всех солдатам-механиков, которые мы вводим в игру. Но пока мы немножко пытаемся закрепиться на столе, опять же, безуспешно, но потери существ нас не очень беспокоит, так как есть благословение четырех, которые раскачиваются, собственно, за гибель существ. Пробафались немножко наши сервиторчики, кидаем потери целомудрия, используем обилку Тацитуса Проктора, и у нас вылетают вот такие вот красавцы 3-1. К сожалению, не самые удачные метки в этой ситуации, но ничего страшного. На самом деле, здесь можно было пробафать лучше вот этих парней, они бы стали 3-3 и добить их оппоненту. Пришлось бы с гораздо больше трундом, но выбрали вот такое вот решение. Подчистил он стол, благословение четырех раскачалось уже до пяти единиц энергии, здесь он опять нам сносит существо, и у нас на столе остается такой вот бедный, несчастный серво-автоматон, у которого уже 3-3, такой весьма пухленький. Используем формацию Тагмата тоже в данной сборке, один из основных элементов. Я вообще думаю, кстати, закинуть в нее десятку, попробовать протестить, но посмотрим. Да, Тагмата обязательный элемент, особенно если у оппонента много существ на столе, достаточно быстро заставляем свой стол, плюс, опять же, не смотрите на то, что они дешевенькие существа, выставляются 3 или меньше, все-таки под меткой они весьма неплохие. Вот, например, вот такой вот ксанский адсекулярий со знаком Хорна уже 4-2. Как бы весьма существенно. Тем временем у нас благословение четырех уже стоит нолик, то есть бесплатно можем разыграть его. Но, да, тоже хорошие парни, опять же, и под Сакрифайс, и под квест Адептус Механикус. Выставляем вот таких вот парней. Выставляем еще двоечку, забиваем стол. И вот теперь вишенка, вишенка на торте. Посчитайте вероятность выпадения демонов именно в таком порядке. Давайте посмотрим, кто же, кто же нам выпадет, кто же нам выпадет. Ну, думаю, что из названия ролика все понятно, кто нам выпадет. Но чтобы такое количество, вернее, такой процент от общего количества, ну, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот только здесь не удалось, к сожалению. Но все равно очень и очень неплохо. Ну, да, когда слонешь на твоей стороне, оппонент сдается. Такую орду демонов ему не забороть. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравился данный ролик. До новых встреч. Пока-пока. И, конечно, традиционно всем Гидро Доминатус.